Приветствую тебя, путник, зашедший в глубину интернет-паутины и вышедший на тропу любви к книгам и еде, на которой находится мой канал. Я Янис, и сегодня я заведу тебя в самую глубину мрачного осеннего леса. Ну и заодно могу рассказать парочку сказок прочного немецкого качества. Кого-кого? Конечно же, братьев Гримм. Выпуск у меня сегодня будет в довольно необычном формате, потому что книги со сказками у меня нет. Но у меня есть набор открыток, в котором проиллюстрированы некоторые фрагменты из пяти знаменитых сказок братьев Гримм. И я вам предлагаю поиграть в этакий воображариум. Дело в том, что иллюстратор, который решил сделать зарисовки из сказок братьев Гримм, отрисовал их не полностью, а только самые запомнившиеся и яркие, по его мнению, моменты. Поэтому, глядя на имеющиеся картинки какой-нибудь из сказок, можно выдумать совершенно другую историю. Совсем не ту, которую записали Якоб и Вильгельм Гримм. Но сказка ложь, да и причем такая, которую каждый рассказывает на свой лад. Давайте же и мы попробуем поэкспериментировать, придумать альтернативный сюжет давно известных всем сказок. Я этим и займусь. А вы за экраном можете просто угадать, сюжет какой сказки был проиллюстрирован на этих карточках. Ох, ребят, нелегко это придумывать сказки братьев Гримм, видя лишь иллюстрации к ним и тем более на новый лад. Но попробуем. Итак, шел, значит, тревел-блогер по лесу с палкой, темной-темной ночью. Вдруг увидел колодец, глянул в него, а там тикток-блогер записывает какой-то челлендж со свечкой. Ну, тревел-блогер думает, его к черту этого тикток-блогера, мне на свадьбу надо, пойду-ка я. Ну и пошел. Пришел, женился на красивой девице из инстаграма и зажили они, видать, долго и счастливо. Он решил, что будет лежать, значит, на кушетке, свои вонючие сапоги поставит рядом, а она будет, значит, убирать и борщи варить. Но не тут-то было девица, говорит, эй, Сцыш, ты че разлегся, у нас тут феминизм, я вообще-то, главное, выметайся отсюда вместе с мусором. Вот и сказочке конец, а кто слушал прогрессивных взглядов человек. На самом деле, друзья, эта сказка «Синяя свечка», кто не узнал ее в моем исполнении. В ней фигурирует главным образом солдат, король и жена короля. Ну, еще некие волшебные силы, суть ее в том, что солдат недоволен тем, что король отправил его на службу и сводит счеты с ним. Каким именно образом, это вы уже сами там почитайте. Сказка следующая, до боли узнаваемая. Попробуем придумать альтернативный сюжет для нее по картинкам. Итак, работница клининговой службы задержалась на одном из объектов дорогущего дома одного известного бизнесмена и мизантропа, дольше положенного. И тут, значит, трах-бах, и он домой такой возвращается, весь красивый с какой-то, значит, вечеринки. А клининг-леди не растерялась, думает, а что я буду тут изображать из себя клининг-леди? Возьму-ка я из шкафа у этого, значит, благотея мизантропа одежду его сестры модную. Вряд ли все равно увидит, заметит. Он же там не знает, сколько шмоток у этой сестры бесконечное количество. В общем, она принарядилась, пока этот не очень трезвый бизнесмен там разбирался, где прилечь ему после вечеринки у себя дома. И такая встречает его, он такой, а вы кто? Она такая, ой, а я дочь маминой подруги, здрасте-здрасте, будем знакомы. Ну и, в общем, что-то она его как-то впечатлила своей персоной. Он такой, вау-вау-вау, да где же вы раньше были, а что-то нам в гости не заходили, да мы же тут через дорогу живем, ну заходите еще. Ну, в общем, она такая, не-не-не, он ей говорит, ну давайте, может, да останетесь тут за ночью вместе, продолжим нашу вечеринку. Она такая, не-не-не, я не такая, я жду корвая, и убежала в ночь. Мужик, конечно, в шоке, он думал, что это ему то ли приснилось, то ли привиделось в охмелю. Ну, а наша клининг-леди пока бежала, забыла оставить-то свое красивое платье, ну точнее как, что-то она там, значит, приодела, а туфельки-то Прада с собой сперла. Ну и все теперь, и притащила она одну домой, что с ней делать непонятно, и на Авито не продашь, и сама носить не будешь, такая вот грустная история. Но подружки прям все со двора обзавидовались такой роскошной красоте. Ну вот такая вот какая-то дивная история получилась у нас. У братков грим, думаю, все совсем иначе. Ну, в общем, сюжет этой сказки вам всем до боли знаком. Следующая сказка мне неизвестна тоже по содержанию, но мне очень нравится иллюстрация. Сюжет, я думаю, примерно такой. Снимал как-то Дэвид Гоан клип. В павильоне клип отсняли, он это все, значит, запер на ключ и пошел тусоваться на автопатии со всей съемочной командой. Мне кажется, так оно и было. И так они там плясали, так они там плясали, что все башмаки оттоптали. Ясно ж дело. По-моему, отличная сказка, нет? Коротко, зато саундтрек какой. Если кто не узнал, это была сказка Стоптанные башмаки. Кроссы в хлам. Там речь идет о короле и его дочерях, и их тайных секретах и вечеринках, на которых они пропадают чуть ли не каждую ночь. Следующая сказка тоже выглядит очень короткой, и ее содержание я не знаю, так что будем придумывать на ходу. Джила была принцессой, говорит, батя, хочу поехать в путешествие. Он ей говорит, ну какое путешествие, ну коронавирус же кругом, ну нельзя никуда ехать. А она стоит на своем, говорит, нет, давай вот мне все, путешествие, и вот делай, что хочешь. Ну, в общем, король такой подумал, подумал, репу почесал свою, ладно, говорит, едь. Дал ей коня, составил для нее план путешествия, и приучил девицу к внутреннему туризму. Говорит, посмотри, как там страна живет, и как поехала она, каких кошмаров в глубинках-то нагляделась, что и конь-то от нее сбежал, и сама она, в общем, где-то там заблудилась, и все, вай-фай не ловит. Как вернуться обратно, знать не знает. В общем, если кто не узнал, это сказка «Король Дроздоборот». И на самом-то деле она тоже остроптивой барышни, но которая капризничала не перед отцом, а перед своим женихом. Но он нашел таки выход и способ, как укротить такую остроптивую и спесивую принцессу. Как именно, читайте у братьев Гримм. Ну и что, ну и последняя у нас сказка, одна из самых длинных. Ну чего? Собрали, значит, девицы зимой смотреть выпуск Дудя. Ну и что они там увидели-то? Дудь пригласил к себе выпуск гнома из Амели. А гном рассказал, где он путешествовал, как и положено гному из Амели. И вот под грибком, в реке, ястреб его куда-то увел. В общем, очень интересный был гном. Поставили девице лайк ему, подписались на канал и все вроде хорошо. Гном теперь суперзвезда ведет свой успешный инстаграм. Надо проверить, есть ли у гнома из Амели инстаграм. А если нет, надо завести. Было бы прикольно. Кто не узнал сказку, тому поясняю. Это была Беляночка и Розочка. И речь там идет о двух сестрах, которые, правда, повстречали гнома. И после этого их ждало множество приключений. Каких именно, почитаете у братьев Гримм. Ну что ж, пожалуй, мы вдоволь прогулялись по лесу. И, кажется, нагуляли аппетит. Поэтому предлагаю приготовить что-нибудь эдакое вместе с братьями Гримм. Я решила, что после Хэллоуина у многих могли остаться тыквы. Их непременно нужно задействовать, чтобы приготовить вкуснейший суп. Румяных мальчиков и девочек мы в этот суп добавлять не будем. Хотя это было бы очень по-сказочному. Но поверьте, и без них он удастся на славу. Ну что ж, скорее подкидывайте дровишек в свою печь. И давайте же примемся за готовку. Для сказочно вкусного и горячего супчика этой холодной осенью нам понадобится Большая тыковка. Наверняка у вас что-нибудь осталось после Хэллоуина. Или в преддверии. Из других овощей 4 картофелины, 1 крупная морковь, лучок и 2 головки чеснока. Из приправ соль, мускатный орех и черный перец. Еще нам понадобятся 10% сливки, 100 г сельдерея, 200 г шампиньонов и подсолнечное масло. Ставим глубокую кастрюлю или котелок. Нет, не в печь, а на плиту, на огонь и разогреваем. Заливаем туда подсолнечное масло и бросаем в него мелко нарезанный чеснок. Как только он начнет золотиться и отдавать свой запах и сок, добавляем туда нарезанный лучок. Все это перемешиваем и жарим до золотистой корочки. Когда они слегка подрумянятся, бросаем к ним в компанию нарезанные шампиньоны. Настал черед тыквы. Я решила, что мне целое не понадобится, хватит и половины. Вы тоже определяйте это на глаз. Тыкву очищаем от шкурки и нарезаем кубиками. После этого бросаем ее в компанию к луку и чесноку. Теперь в эту же компанию отправляем нарезанную кубиком картошечку. А за ними, недолго думая, отправятся сельдерей и морковка, тоже нарезанные кубиками. Чтобы эта вся овощная компания не подгорала, заливаем ее водой. Теперь накрываем крышкой и оставляем томиться на медленном огне. Это может занять где-то полчаса. Когда наши овощи разварились, достаем из темного-темного чулана, того самого, в который нельзя заглядывать, блендер. И тщательно разминаем все овощи прямо в нашем казане или кастрюле. Теперь добавляем в наш супчик приправа 2 чайные ложки соли, ложку мускатного ореха и ложку черного перца. Но тут можете менять пропорции и ориентироваться на свой вкус. Все это еще раз тщательно блендерим. И сверху добавляем сливок. Смотрите на глаз, но по ощущениям чуть меньше половины стакана. Снова все это блендерим. Пока на помощь к нам не придет кот, которому не объяснишь, что суп с котом вообще-то никто не заказывал. В общем-то, наше блюдо уже готово и можно его подавать к столу. А наш внезапно появившийся на столе пушистый дегустатор вполне готов его уже опробовать. Так вот, чтобы его порадовать, украшаем тарелочку с супом, нет, не валерьянкой кекс, мятой, добавляем тыквенные семечки и угощаем супчиком себя любименьких или дорогих гостей, ну или еще более дорогих котов. Приятного всем аппетита! Мурмяу! Ставьте своими лапками лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте ко мне в инстаграм, и встретимся с вами в следующий раз во время какого-нибудь вкусного обеда. Пока-пока!